Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 2 ноября 2019 года. Тема называется «Шариковы из лаборатории профессора Преображенского на фото XIX века». Всё, что будет сказано в этом видео, является моими домыслами, фантазиями, мыслями. Я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Делюсь своими рассуждениями со зрителями моего канала. Если вдруг всё, что сказано здесь, затронет чьи-то чувства, религиозные чувства или ещё чьи-то чувства, просьба закрыть это видео и не смотреть его. Я общаюсь со своими единомышленниками, с теми, кто со мной на одной волне, и кто понимает моё чувство юмора. Итак, продолжаю. После глобальной войны, сопоставимой с ядерной, термоядерной и подобными, население было уничтожено. Большая часть населения. Конечно, какая-то часть сохранилась вдалеке от больших городов. Возможно, кто-то спасся и в городах, но это единицы. Но в отличие от господ, которые могли быть предупреждены, укрывались в подземных бункерах. Кто сомневается в этом, наивные люди. Посмотрите на советские бункеры для элиты. Сегодня есть бункеры для господ нового замеса. И в случае глобальных потрясений они будут предупреждены и обязательно скроются в укрытиях, в отличие от всего остального населения. В своих исследованиях я иногда намекаю, иногда прямо говорю о захватчиках, тех, кто когда-то проник на нашу планету. По моей версии, ну, не ранее, 16 века. И смог внедриться, втереться в доверие, используя психотехнологии, психотехники. Заменил управление коренных народов, а это было народовластия, на управление господ, управленцев. И символ оторванной пирамиды с глазиком на долларе, всем известно, это и есть управление подселенцев, так сказать, оккупантов нашей планеты. Это внешнее управление над всеми государствами. А так называемые господа – это управленцы колониями. А кто же они первые? Это карлики, королики, королики. Этимология этих слов также восходит к 16 веку. Не древнее, не раннее. Подробно об этом фильме Анна Каренина, о чем умолчал классик. Сегодня, в наше время, при раскопках городов, улиц, при перекладке труб, то там, то тут, находят останки. Иногда информация просачивается в СМИ, в новостные ленты, но чаще замалчивается. Как, например, при откопе грунта от стен Новодевичьего монастыря. Это нигде не прозвучало, но люди, свидетели были, наблюдали, как рабочие, откапывая стены, там нужно было укрепить фундаменты, сделать водоотвод, и что-то находили, складывали в большие черные мешки, потом эти мешки увозились куда-то. Те свидетели, кто это видел, предполагают, что это были найдены останки людей, кости. Жаль, что нет дела генетикам проверить ДНК этих останков, да заодно и возраст и дату гибели. Но нет, нам никто помогать не будет, искать настоящую правду и быль. Как бы горька она ни была, но все врачи знают, что победить болезнь можно, лишь поставив правильный диагноз. Хотя слово «врач» от слова «врать». Пока речь идет об аватаре, о теле, о душе пока нет ни слова. В католическом, латинянском языке есть только материальные объекты и их производные, поэтому и «целитель» – целое тело, и «спаситель». Поэтому латиняне так любят программирование и цифровизацию, нумерологию, то, где нет души, одушевленности. То есть латиняне от латы, от механики, роботы, машины. А там же слова «спаситель» – спаси тело. «Спасатель» – тот, кто спасает тело в данный момент на ограниченном пространстве. Далее. «Учитель» – учи тело. «Воспитатель» – воспитай тело. «Стяжатель» – стяжай тело. «Укротитель» – укроти тело. «Писатель» – пишет тело. «Воятель» – мучитель. Тот, кто мучает тело. «Словолюбитель» – тот, кто любит тело. Ну, у нас в наше время слово «любитель» еще и смысл не профессионал. Тот, кто специально не обучался профессии. Дальше. «Ценитель» – тот, кто ценит материальное. «Спаситель» – религиозный главный символ, а душе – не слово. Поэтому «спас» наверное будет более правильно, более духовно, так мне кажется. Желание машин, роботов заменить божественных, Бога, Создателя, Творца. Получилось у них создать тело, материальный аватар. Не всегда удачно и красиво получилось. И среди населения можно встретить таких бездушных аватаров, у которых нет ни души, ни совести, ни сострадания другим, ничего человеческого. Как мы это понимаем? Вот русский народ, как это понимает? Это именно мы это понимаем. Мы это чувствуем душу. Поэтому у нас есть такие понятия, как светлая душа, большая душа, или щедрая душа, широкая душа, душа нараспашку, чистая душа, чёрная душа, или малодушный, мелкая душунка, чужая душа потёмки, или душегуб. У нас очень много прилагательных, очень много образных слов, связанных со словом душа. Для нас это не просто слово душа. Это характеристики людей, с которыми мы общаемся. Причём душа – это же не материальный объект. Из тех аватаров бездушных, у которых нет ни души, ни совести, из них как раз получаются всякие извращенцы и маньяки. Они этим гордятся, латиняне. А те, кто переживает, мучается совестью, любит, страдает, тот лабух – неудачник, слабак. Как идеальные машины, у которых нет души, они так считают, что те, у кого есть душа, те слабаки. Потому что их легко обмануть, ввести в заблуждение. Они доверчивы, потому что у них чистые души. Они не думают о плохом. Они не думают, что их будут обманывать, потому что они сами не обманывают, потому что у них есть совесть. Поэтому для аватаров машин, таких бездушных, это лакомый кусок, это отличная охота получается, конкурентная борьба, просто прелесть. Это прекрасно конкурировать с чистыми душами, с неиспорченными душами. Они люди, человеки, живые, дети Божьи. И эти дети Божьи, они не будут слепыми исполнителями чужой воли закулисного Карабаса-Барабаса. Ну, например, такого, как клан Ротшильдов. Красные ширмы в переводе. Занавес кулиса в театре. Но их можно обмануть, навести марок, загипнотизировать. И тогда они будут выполнять чужую волю Карабаса-Барабаса. Далее. Исполнитель. Исполни тело. Марионетка. Справка. Марионетка итальянская. Разновидность управляемой театральной куклы, которую кукла Вод приводит в движение при помощи нитей или металлического прута. Появление марионетки принято относить, опять же, к XVI веку. По моей версии, внедрение паразитического разума на планете, укоренение его произошло в конце XVI века во времена Смуты. Окончательный захват, подчинение всех народов, подморок после глобальной войны середины XIX века. До этого тоже были войны, которые по датировке наиболее подходят Крымская война. Следы ее прослеживают с этой Крымской войны. То есть она была. Ваши комментарии к фильму «О чем пищали, пищали» надо отдельный обзор делать. Так много информации по комментариям. Вот по данной теме был такой комментарий по поводу сказки «Гуси-лебеди», «Молочные реки», «Кисельные берега». Наверное, реки на тот момент были мутные, с раскисшими от мокрой глины берегами. Глина дает хорошую муть Белесию. Согласна, правильно. В один фильм все не вместить. Поэтому сказ об Аленушке и братце Иванушке, гусях-лебедях, которые украли мальчика и унесли за высокие горы в неизвестность, на погибель. Мальчиков постоянно в сказках воруют. И снежная королева украла Кая, и заморозила его сердце, сделала холодным и бездушным, как она сама. Обратите внимание, опять у нас холодное сердце, замороженное. То есть такая символика, такие образы. Человек вроде бы живой, разговаривает, но он как робот, как марионетка, который подчиняется чужой воле. У него нет ни души, ни сердца, ни разума. Нет теплоты. Вот еще одно из интересных понятий образных, свойственное нам, людям, человекам, понятие душевной теплоты или душевной холодности. Нильс улетел с гусем Мартином, и орел Зевс воровал мальчиков. Известный персонаж Ганимет, это любовник Зевса, несчастный и униженный, по полной, виноделий, слуга, подай, принеси, и еще и для утех олимпийского извращенца, подходящий. В самом имени Ганимет, сами слышите, Ганимет, собака. Еще такой персонаж, как Карлсон, вроде детская сказка, который живет на крыше, упитанный мужчина, средних лет, воровал малыша и прятал на крыше. Столько совпадений быть не может. Эта тема имела место на планете совсем недавно. Что еще информационного в сказке о сестрице Аленушке? Давайте вспомним. Первое. Как правильно заметили в комментариях, молочные реки, кисейные берега. Это глина растворяется, вода становится мутной, будто молочной. То есть глины много. Второе. Бегут они, стоит яблонь, дикая, а может не дикая. Осад был, и кто-то посадил яблоньку. Почему так думаю? Потому что тут и печь стоит, а в печи пироги остались. Чем не намек на то, что дом был, кто-то пироги в печь поставил, да не успел испечь, дом был уничтожен. Одна печь осталась. Пролетели гуси-лебеди, самолеты, бомбардировщики, разбомбили город, деревню. Одни печи остались, доединичные деревья, садовые. И пустота обезлюдила деревня, село, город. Лесом пустые, без людей, места зарастают быстро. Сорным лесом, я имею в виду, кустарником лесом, сорным. То, что гуси-лебеди – это захватчики, летающие, возможно, на самолетах. И картинка показывает, мультфильм, потому что разбегаются дети, кто куда боятся этих гусей-лебедей, значит, знают, что от них зло идет, исходит, что это не добро. Эскадрон гусар летучих. Благодарю вас, мои зрители, за интересные мысли и подсказки. Вот Анна Крохина написала. Кстати, гусар на сербском – пират, но пират тоже с огнем связано. Да, гусары – летучие, пираты. Нам поменяли язык и противоположное значение славянским народам. Одних и тех же звучаний сделали специально. Разделяй и властвуй. Это римская, латинянская фраза. Закон к применению. Разделяй, стравливай, властвуй. Это не человеческий разум придумал. Латинская «дивид» это «империя». Разделяй и властвуй. «Дивид» отсюда и «индивид» отдельный, сам по себе. А если взять звучание, приставку «де» «вид», приставка «де» это «дели», «вид», «индивид», а «ин» это «в». Значит, «индивид» в разделенном виде. А мы-то думаем, что «индивидуум» это что-то выдающееся, особенное, а смысл там заложен другой. Но мы не знаем этого, пока не начинаем буквально смотреть насквозь эти римские чужеродные слова. Ничему не верим, все проверяем, перепроверяем. А какое красивое выражение. Яркая индивидуальность. Противовес, например, серой массе. Игра слов, и вот гипноз уже сработал. Кто ж хочет быть серостью, серой массой? Морковка готова к употреблению. Разум захвачен манящей перспективой яркой индивидуальности. Но вернемся к нашим детям-сиротам. Кстати, и родителей у детей-то нет. По сказке они на базар поехали, но это из жалости к читателям. А по факту подросток, сестра, Ленушка, борется одна за братцы Иванушку. Да еще силы природы, естество ей помогают. Потому что она душа Ленушки находится на другом вибрационном уровне. Она добрая душа. Она чувствует природу. Она общается с природой, как с живой. И с печкой, как с живой. И с яблоней, и с речкой. Поэтому роботы, солдаты, гуси-лебеди не видят ее. Их локация не срабатывает. Она для них невидимая. После глобальной войны остаются сироты, инвалиды. Поэтому такое количество приютов, божедомок, больниц для бедных, дома презрения и благодетели, господа, которые благо делают для тела. Какие щедрые благодетели, какие добрые. Вспомните мой фильм по мясу золотой, сказочный. Там в сказке Бажова я упоминала мальчик Данила Мастер тоже сирота. И откуда он, никто не знает. Никто не знает его родителей. Но раз душа у него есть, чувство прекрасного, совесть, значит, не с пробирки лабораторной с какой-то он, а от родителей, человек. Просто сирота, родители погибли. Итак, народ унижен, земли обезлюдили, надо заселять по новой, а где брать сырье? Сам народ естественным путем размножается очень медленно, тем более после катастрофы. Вот тут и пригодятся подземные заводы и лаборатории по производству людей-клонов. Нужно взять человеческий биоматериал и наладить выпуск людской массы. Поэтому они говорят так «людская масса». В эпиходе у нас в языке это появилось. «Людская масса». То есть это не что-то живое, это же, это не человеческий язык, это язык их, господ, вот этих самых вот захватчиков. «Людская масса». «Людской материал». Так могут относиться к живому человеку, к живым людям только фашисты. Фашисты так себя вели, и это их сленг. Фашистская Германия во время Великой Отечественной войны в концлагерях, они именно так выражались. Биоматериал. Итак, нужно взять человеческий биоматериал и наладить выпуск людской массы. Почему так много уродов на рубеже 19-20 века? Еще до 1960-х годов было очень много уродливых людей. Даже в 70-е годы прошлого века. Это помнят все из моего поколения. Те, кто старше. Сегодня природа выровнялась и много красивых людей, ну и красивых клонов научились делать. Ну, а по 19-му веку что? В интернете много фотографий 19-го века. Нищета, убогость, униженность, ужасающие. Но люди похожи на людей. Однако, есть некоторые персонажи, которые на людей не похожи. это тема огромная, бесконечная. Еще люди маленькие все-таки на фото, в основном невысокие. Ну, допустим, плохое питание, безысходность, беспробудность. То есть, эти люди вряд ли, что уже знали о катастрофе, не знали и не помнили ничего. Когда мы глядим на их лица и видим, что они просто выживают. Они живут вот сегодняшним днем одним моментом. вот есть возможность сегодня живут, а что будет завтра, неизвестно. 19 век, переселенцы, мое мнение. Поморы, женские лица более светлые. Рабочие, такое впечатление, что карлик справа управляющий, а комната великанов. Странные фотографии безногого. Группа женщин и детей Калужской губернии начала 20 века. Колянки Агафия и Анна Жеребцова 1900 год. Город Кола. В прошлом видео пищали-пищали. Как раз я упоминаю город Кола. 1900 год. Открытка. Помора выглядит более благополучно в смысле выражения лиц. А сейчас я подхожу к главному фото, которое дало идею для создания данного видео. Листа интернет встретилось несколько фото. Среди фотографий 19 века много человеческих лиц, но они удрученные, суровые, безрадостные. Однако встречаются и светлые лики. Но есть очень и очень странные персонажи. персонаж первый. Маленькая девочка, а уже как женщина. Или вот эти товарищи. Эта фотография уже мелькала у блогеров. Эту фотографию я тоже знаю очень давно. Еще с того момента, когда занималась фильмом, делала работу Андрей Дюран. И это сайта типа русских людей. Это фотография. Так вот, давайте рассмотрим ее. Во-первых, она меня в свое время заинтересовала тем, что я посмотрела на задний фон. Эти крестьяне или кто люди одетые сидят на фоне идеальной кирпичной гладкой стены, который пристроен кое-как из дерева, из досок сарай. То есть это уже послекатастрофное какое-то строительство. Рама уже другая вставленная, чужая. Идеальная кирпичная стена. Давайте на сами персонажа посмотрим. Они так и названы. Ну, женщины как бы похожи на женщин. Вот они одеты, нарядные, в лучшую одежду. Здесь что-то с глазами у женщины. Здесь глаза потопило. Ну, женские лица, они похожи на лица. Какие еще человеческие лица мужские? Ну, вот это можно сказать да, угрюмые, но похож на человек. Вот этот, вот этот, вот этот. Ну, может быть, дедушка. А вот это как грибочек такой. Тоже может быть дедушка, но глаза прикрыты этой шляпой и как у этого тоже совершенно непонятные лица у них, в отличие вот от этих, они все-таки как-то какие-то черные. Похоже больше на наших бомжей. Одежда у них с чужого плеча явно. Посмотрите, она им велика. Это не их одежда. Это какое-то показательное фото, вот эти трости. Это не их одежда. Возможно, это одежда тех, кто жил в этом доме когда-то. А кого поставили для этой фотографии, когда нам делали искажение истории, собирали и делали вот такие показательные фото в том числе. И вот еще тут два персонажа интересненьких. Посмотрим. Дин и глаза прикрыл. Не похожи они на просто людей, на крестьян. они очень подозрительные. Либо они совсем вот у нас бомжи так выглядят, но бомжи у них все равно человеческие лица где-то как-то есть. Здесь лица очень подозрительные, не похожие на людей. Что-то не то с этими лицами. Вот их несколько тут среди человеческих. Посмотрите, человеческие лица они без этих шляп. Вот в шляпках мужчины очень странные. Черные, черные, с чужого плеча, не пойми что. Руки очень крупные. Ну, может быть, работы, да, может быть. Собственно говоря, главное фото, которое и явилось идеей создания этого всего фильма. Это фото просто... Я его... Такое ощущение, что я его видел, но не обращала внимания. Давайте посмотрим повнимательнее. три человека. Я могу сказать, что да, вот два человека, а вот это лицо, этот прищур. Кажется, он вроде улыбается, на самом деле он не улыбается. он очень злой. Глаза нет, да, что-то не то. Ну, не это главное. Рваная одежда, да, она вся в 19 веке вот такая. Где-то пуговицы нет, где-то заплатки, но они похожи на человеков, в отличие от этого. Что еще здесь есть? Сейчас вы тоже будете в шоке, ребята. А так. Как вам это? Смотрим, смотрим, смотрим. Еще крупнее, насколько могу. Как вам это? Вот это что такое? Это как будто бы из мизинца выросла. Если это фотошоп, то ради чего? Или это какое-то уродство? Оставляю для вас комментарии, пишите, что скажете, может быть, еще найдете похожее. Еще раз давайте посмотрим на этот персонаж, который кажется вроде бы улыбается, на самом деле он очень злой. Посмотрите на эту линию губ. В отличие от простых этих лиц. Думаю, что это подселенцы к людям. Среди нас есть эти клоны и результаты генной инженерии. Игра продолжается. Карабасы-барабасы продолжают создавать свой кукольный театр за своими ширмами. Запустить клонов, когда люди выползают из-под завалов, еле живые, борются за выживание после глобальных катастроф, это милое дело. Никто ничего не заметит, некому, нет ни сил, ни времени. Поиграем словами еще. Рваная одежда, дыры, заплаты. За п латы, латы, за р п латы, латы, по латы, по лати, по лати, латы, 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 Но что делать нам? Учиться различать, не верить всему на слово, все проверять, перепроверять, образовываться самостоятельно, расширять свое сознание, помнить, что мы сами даем свое согласие на то и на это, помнить о своей душе бессмертной. Кстати, как появилась медицина? Это такой же западный продукт медицина, фармакология. Но об этом мы поговорим в другой раз. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на мои каналы, заходите в группу ВКонтакте «Скажи не истории, что есть истина». Всех вам благ! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!